Приветствую вас и думаю, что проблема заключается в нескольких аспектах. Первый и самый главный, важный аспект заключается в том, что подруга, несмотря на ее какой-то негатив, несмотря на ее неприятные для вас действия, все-таки несла вам что-то хорошее. Она помогала вам, она была рядом с вами, но она не соблюдала определенные, скажем так, рамки дозволенного. Она не соблюдала, скажем так, определенные границы, ваши личные границы, которые отчасти как раз-таки и вызывали у вас чувство дискомфорта. Соответственно, вы изначально в своих целях относительно подруги были достаточно категоричными и достаточно, как бы так сказать, целеустремленными. То есть, вам было важно, чтобы подруга делала какие-то вещи для вас, чтобы она помогала вам сроками, чтобы она помогала вам с заданиями, а друзей с ней вы не хотели. И делали это как бонус. То есть, изначально ваша цель, это партнер для деловых отношений. Но, вы привыкли к тому, что вы нуждает в человеке. Вы привыкли к тому, что человек показывает, проявляет к вам свое внимание. И вот это чувство привычки, вот это вот ощущение нужности, а вы именно были нужны вашей подруге, как раз таки и вызывает у вас чувство вины. То есть, получается, что подруга вам, в принципе, в жизни плохого ничего не сделала. Вообще ничего плохого не сделала. Но, вы все же проявили к ней определенные негативные отношения, не связанные с ней лично, как это ни странно, а связанные только с тем, с чего бы вы хотели сами для себя. А сами для себя вы хотели именно нормальных таких партнерских отношений. И вот это является ключевым аспектом в том, что вам нужно понять. Ваша вина, чувство вашей вины связано с тем, что вы понимаете, что человека обидели. И обидели его вы, скорее всего, не совсем заслуженно. Но, знаете, незаслуженность обиды в данном случае, она не находится в вашей соответственности. Почему? Да, потому что вы изначально так планировали. Просто для подруги, вы, для своей подруги, вы были кем-то большим, чем просто партнер. И я думаю, что вы сами об этом прекрасно знаете. Вы знаете, что вы были для нее большим. Но, тем не менее, вам это вредило. Вам это было, так сказать, напряжено. Вам это было неприятно. Вам это было некомфортно. И по этой причине вы в итоге не выдержали. И, собственно говоря, сказали ей, что, в общем-то, не хотите с ней общаться. И дали ей понять, что дальнейший контакт между вами невозможен. Вы поступили так, как вам было комфортно. Потому что дальше, в дальнейшем, было бы только хуже. Да, вы, конечно, обидели человека. Да, вы проявили себя не очень хорошо. Вы проявили себя не совсем положительной здесь, не совсем позитивной. Но другого выбора у вас на самом деле не было. Не было другого выбора, потому что вы думали о себе. Вы не могли не думать о себе. И это нормально. Видите ли, ваше такое чувство вины, оно продиктовано не только, к сожалению, о том, что вы обидели хорошего человека. Ваше чувство вины еще вполне волнущно продиктовано тем, как я уже сказал немножечко ранее, что вы с ней, вот с уходом вашей подруги, вы потеряли определенную долю внимания к себе. И об этом вы тоже сожалеете. На самом деле вы не можете не сожалеть о том, что вам теперь меньше уделяет внимания, о том, что к вам теперь не относятся так преданно. И есть некоторое чувство опустошенности из-за этого. На самом деле не может этого чувства опустошенности не быть. Потому что, простите, но это, это достаточно важно. А вы этот момент, ну, скажем так, упустили теперь. И вот как же сделать нам с вами так, чтобы вы вновь получили то, что вам хочется. То есть, чтобы вновь у вас было то, в чем вы нуждаетесь, то есть это внимание, да, преданность, это времяпровождение и так далее. Я думаю, что ответом на этот вопрос может вполне послужить построение отношений с людьми изначально такими, которые бы устраивали вас, которые бы устраивали по полможенности максимально. То есть, чтобы вы не терпели каких-то вещей. Чтобы вы сразу получали для себя то, что вам нужно, например. То, что вам нравится. Чтобы отношения у вас были с теми людьми, желания и интересы, с которыми у вас, ну, скажем так, совпадали бы. И для этого можно использовать разных людей, на самом деле. Плядь, каждого для своих целей. Кого-то для деловых отношений, кого-то для, там, времяпровождений и так далее. И ваша ошибка в том, что, возможно, вы одного человека слишком сильно использовали для всех ваших целей. И вы здесь пишите о том, что, вот, правильно ли вы поступили. Значит, я думаю, что вы поступили верно, так как думали о своем комфорте. Между прочим, ваша подруга, она ревнуя и лишая вас личного пространства, тоже думала о себе. И это, с ее стороны, было не таким уж и правильным. Потому что, знаете, ну, она не могла не знать о том, что вам неприятно. Она не могла этого не чувствовать. Но, несмотря ни на что, она продолжала придерживаться того поведения, которое ей виделось, представлялось наиболее верным. И если бы она в большей степени думала бы о вас, я не думаю, что у вас возникло бы желание с ней расставаться. Так что, вы поступили совершенно верно, исходя из своих предпочтений. И если бы вы оставили бы свою подругу при себе, если бы вы продолжали бы с ней общаться, то я думаю, что раньше бы из этого ничего бы не вышло. По крайней мере, вы бы тяготились бы тем, что вы с ней. Так как удовольствия от времяпровождения с этим человеком у вас не было. И вы изначально были с ней только для какого-то конкретного дела. Еще раз повторю. Для разных сфер деятельности требуются человеку разные люди. Смешивать, то есть искать универсального человека, с которым бы вы все свои дела, все свои сферы могли бы реализовывать, может быть очень долго, и это опасно. Потому что смешивать отношения нельзя. Как правило, люди становятся друзьями, так сказать, школьными друзьями, в качестве исключения. То есть у них получается совместить и учебу, и дружбу, только когда они уже относительно взрослые, для того, чтобы устраивать отношения, но еще недостаточно взрослые, и недостаточно взрослые, чтобы быть полноценными, независимыми людьми на тот момент. В вашем же случае вы уже будучи студенткой, то есть будучи сформированной личностью, начали устраивать отношения с человеком, исходя именно из своих потребностей. Это правильно. В этом нет ничего дурного. И подруга ваша, она ведь тоже получала что-то для себя. Она проводила с вами время, она получала свое внимание. Но у вас не было изначального запала, изначального плана, изначального задела на то, чтобы становиться с ней подругами. Тем более, что вы ее терпели. Если вам нужен был партнер по учебе, вы его получили. Никакого чувства вины здесь быть не может. Если вы чувствуете вину, это только потому, что, возможно, человек ничего плохого вам не сделал. И вы и так не поступили. И здесь вам нужно понять только то, что вы ему оказали услугу. Нет ничего хуже, когда подобное хорошее отношение к человеку используется другим, который не испытывает никакой взаимности к нему. Так что вам рекомендую воспринимать то, что вы сделали, как услугу вашей подруги. Она обязательно найдет другого человека, который оценит ее, которому будет нравиться то, что она делает, то, как она себя ведет. Но это не вы. И с вами она бы еще больше страдала. Просто вам нужно понять, что вот когда вы ее отогнули, ей, может быть, было плохо, да. Но боль уйдет. А если бы вы держали ее при себе, то было бы гораздо хуже для нее. И вы же испытываете чувство вины именно потому, что вам ее жаль. Вам кажется, что вы несправедливо поступили. Вот на самом деле вы поступили справедливо. Просто вы выбрали меньшее зло. Меньшее зло это, как если человек отстрадает и забудет. Больше зло это, когда он вроде бы приватный, но при этом чувствует, что вы им пользуетесь. А он настолько зависим, что не может от вас уйти самостоятельно. Так что, думаю, что все вы сделали правильно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.